Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Марина Вахрушева. Сегодня для вас мы подготовили очередную подборку новостей из мира студенческого и мирового спорта за прошедшую неделю. Будет много нового и интересного. Смотрите до конца и не переключайтесь. 24 марта состоялся очередной турнир по мини-футболу среди мужских команд. Первая группа в рамках спорта-киады высших учебных заведений Республики Татарстан. На этот раз на площадке встретились сборные команды КФУ и Казанского авиационного института. Кому же удалось одержать победу, а кто потерпел поражение в данной встрече, узнаем в репортаже Ирины Королевой. Каи-Олимп – храм противоборства и духа соперничества. И в этом храме прошли очередные соревнования. На этот раз по мини-футболу в рамках спорта-киады вузов Республики Татарстан. Первыми на поле столкнулись сборные команды КФУ и Каи. Первый тайм был очень ярким и острым, в котором своей атакой отличилась сборная КФУ и вывела игру в свою пользу со счетом 2-0. Также было несколько атак, которые вратарь Каи смог очень здорово отразить. Начало второго тайма ознаменовалось собранностью сборной Каи. Они смогли забить красивый гол в ворота федерального университета. Счет 2-1 и страсти накаляются. Не обошлось также и без желтых карточек. Но, как оказалось, игроки сборной авиационного института совсем не из робкого десятка. На опасные моменты сборная КФУ ответила еще двумя голами на последней минуте матча. И игра закончилась со счетом 4-1. Вторая игра между КГМУ и КГСУ была не менее насыщенной. Счет игры открыла команда КГСУ, забив со штрафного. Было достаточно атак от КГМУ, но все же до конца их немного довести не удалось, что и не позволяло сравнять счет. Соперничество команд было налицо. Высокая скорость игроков, много нарушений и много фолов с обеих сторон. Совсем неожиданно и на удачу КГСУ забивает второй гол и в скором времени третий. Команда КГМУ тем временем совершает новые и новые атаки, но все безуспешно. КГСУ на них отвечает четвертым мячом в ворота. Но рвение и желание победить у КГМУ не утихало. Попытки догнать счет продолжались, хоть и сопровождались фолами. КГСУ же продолжали на все это отвечать своей собранностью и отличной тактикой и пятым мячом в ворота. Завершилась игра голым от сборной архитектурно-строительного университета на последней минуте матча. Итоговый счет игры 6-0. Ирина Королева, Денис Панкратов, Неделя спорта. Ярким событием на этой неделе стал товарищеский матч по волейболу между студентами Института вычислительной математики и информационных технологий и сотрудниками Казанского федерального университета. На трибунах было довольно-таки жарко. А было ли жарко на площадке? И удалось ли студентам перепрыгнуть своих преподавателей, узнавала наш корреспондент Василиса Дзюба. В воскресенье 26 марта в стенах спортивного комплекса «Бустан» собрались сотни студентов. Зрители завороженно следили за выступлением сборных по аэробике, дзюдо и других. Испадал внимания, когда начался товарищеский матч между волейболистами Ифмита и преподавателями. Несмотря на то, что исход встречи ничего не решал, спортивный азарт все же присутствовал. Всего провели три партии до 15 очков. С самого начала студенты вышли вперед, потому что противник часто ошибался у сетки. Но в середине первого периода счет сравнялся до 8-8. К сожалению, успех преподавателей был недолгим. Партия закончилась со счетом 15-10 в пользу математиков. Во втором периоде, наоборот, преподаватели сумели сконцентрироваться. Они уверенно лидировали до конца 15-ти минутки. А студенты, что удивительно, стали делать ошибки в два раза чаще. Как итог, 15-8 в пользу сборной преподавателей. Отчаянная борьба развернулась в третьей партии, исход которой определял победителя. Вначале команды поочередно забивали мяч за мячом. Но после того, как табло показало 3-3, все изменилось. Студенты перестали ошибаться при передаче и били в самое уязвимое место противника – под сетку. Только после шести пропущенных голов сборная преподавателей смогла набрать несколько очков. Но догнать сборную «Хмита» было уже невозможно. Конечный счет – 15-10 в пользу студентов. Василиса Дзюба, Марина Вахрушева, «Неделя спорта». Мы продолжаем говорить о спортивных событиях. И сегодня на студии присутствует начальник отдела организации физкультурно-массовой и спортивной работы Департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, добрый вечер. Здравствуйте. Мы очень рады, что вы нашли время прийти к нам. И на днях, как известно, состоялся товарищеский матч по волейболу среди студентов и преподавателей КФУ. Расскажите, пожалуйста, как прошла данная встреча? Товарищеский матч по волейболу прошел в спортивном комплексе «Густан» в эти выходные. Изюминкой даемного матча стал тот момент, что на площадке встретились две команды, считаю, что две равные команды. С одной стороны, это сборная команда преподавателей и сотрудников Казанского университета, который в этом году стал призером республиканского первенства, и сборная команда института вычислительной математики и информационной технологии. Это чемпион спартакиада студентов и аспирантов Казанского федерального университета этого года. Кроме этого, они стали призерами регионального этапа соревнований по волейболу Ассоциации студенческого спортивных клубов России. По накалу и по игре данный матч можно отнести к финальной стадии крупного мероприятия. Ведь на площадке встретились лучшие игроки той или другой команды. Хотелось бы отметить, что на данном мероприятии присутствовало огромное количество студентов. И радует, что среди большинства зрителей присутствовали именно студенты первого-второго курса, для которых данное мероприятие, возможно, было первое в стенах нашего университета. А в общем, какие бы вы могли подвести итоги уходящего месяца? Ну, март месяц, он богат на спортивные мероприятия. Каждый год в этом месяце у нас проходит очень много спортивных мероприятий именно по игровым видам спорта. В этом месяце в рамках спорта Киады студентов и эсперант в Казахстанском университете прошли соревнования по таким видам спорта, как баскетбол, садеженский команд, по мини-футболу. Кроме этого, мы выявили чемпионов в соревнованиях по подбинтону. 7 апреля также состоится финал. Финал пройдет в рамках празднования Дня здоровья в Казахстанском университете. На площадке выявят сильнейших среди мужских команд по баскетболу. Поэтому всех приглашаем поболеть за команды. В финале у нас за первое место встретится Институт геологии и нефтегазовых технологий и Институт управления экономикой и финансов. Спасибо большое. Мы обязательно будем следить за дальнейшим развитием событий. Напоминаю, что сегодня в студии у нас присутствовал начальник отдела Организации физкультурно-массовой и спортивной работы Департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, спасибо вам большое еще раз, что смогли прийти к нам. Спасибо вам. Ну а мы продолжаем программу «Неделя спорта». Ненадолго отличаемся от мира студенческого спорта и вновь отправимся на просторы интернета. Узнаем, что же произошло нового за прошедшую неделю в мировом спорте. Обзор социальных сетей от Артура Мухина прямо сейчас. Всем привет. Меня зовут Артур. Это уже традиционная рубрика «Обзор социальных сетей спортсменов». Драки в НБА, игуаны на теннисном матче и поэтический вечер от российских футболистов. Об этом и многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Поехали. Готов поспорить, почти каждый из вас хоть раз в жизни слышал про Марио Балателли. Если нет, то вот вам краткая справка о нем. В свободное от футбола время Балла разбивает свои машины, запускает фейерверки у себя дома, курит, но больше всего проблем ему доставляет футбольная экипировка. Видео, на котором Марио в течение полутора минут пытается совладать с манишкой, уже стало легендарным. А на этой неделе Балателли не совладал со шнурками на бутсах. Сам он, как обычно, был бессилен, потому что не вся скамейка помогала ему привести в порядок свою обувь. Но все эмоции от эпизода наглядно продемонстрировало лицо главного тренера. Давненько у нас не было интересных интервью. Вот, к примеру, африканский футболист Мухаммед Анас в интервью после матча чемпионата ЮАР в прямом эфире поблагодарил за поддержку болельщиков, жену и... любовницу. Стоп-стоп, еще раз. Футболист действительно упомянул любовницу в своем интервью. Осознав свою ошибку, она спринялся извиняться. Но вы видели его лицо в этот момент? Он, кажется, понял, что по приходу домой либо обнаружит свои вещи на лестничной площадке, либо столкнется с замененными дверными замками. Что вообще должно быть в голове у человека, чтобы ляпнуть такое? Мы уже привыкли, что эпизоды из НБА набирают миллионы просмотров на Ютубе даже без присутствия баскетбола как такового. Вот и на этой неделе все внимание социальных сетей приковала к себе драка Сержи и Байки и Робина Лопеса, которым игра с мячом надоела, а девать свои эмоции куда-то хотелось. Без троллингов в Твиттере не обошлось и на этот раз. Но вы только посмотрите, с какой яростью они набросились друг на друга. Как будто один у другого жену увел. Вот только с точностью ударов у парней большие проблемы. А глядя на их размен, где-то у телевизоров смеются те ребята из видео про двойной нокаут. Ну вы помните. Однако награду в номинации «Самое эпичное появление на спортивном матче» получает Игуана, которая посетила теннисный матч между чехом Иржевеселой и немцем Томми Хасом. Своё присутствие животное обозначило в третьем сете, устроившись прямо на табло и наблюдая за игрой теннисистов. Те вскоре остановились, а Хас даже подошёл к неожиданному гостю, чтобы сделать с ним селфи. Главное, что немец не растерялся и запечатлел этот момент. Теперь и карьеру со спокойной душой можно заканчивать. А Игуана после этого сделала свой круг почёта по корту, после чего её унесли с площадки. А Игуана, он хочет смотреть. Российские футболисты активно готовятся к предстоящему чемпионату мира. Готовятся не в смысле тренируются, играют в адекватный футбол, а запускают флешмобы и проекты, ну, как это обычно все и делают. Героем первого выпуска проекта «Лирика футбола» стал Алексей Березуский, который прочитал стихотворение Сергея Есенина «Берёза». Чувствуете, да? Уровень самоиронии. Белая берёза под моим окном, Принакрылась снегом, точно серебром. Эх, лучше бы в футбол играли. Хотя нет, не лучше. Ну и напоследок ещё одно видео с просторов нашей замечательной страны. Урал, Екатеринбург, автокёрлинг. Приятного просмотра! На уме на этом на сегодня всё. Не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте и подписываться на наши социальные сети. Вот Инстаграм нашей программы, а вот мой личный. С вами был Артур. До скорого! И на этом у нас всё. Увидимся с вами на следующей неделе. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях. Вы смотрели программу «Неделя спорта». С вами была Марина Вахрушева. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!